впервые вижу здесь такую пробку посмотрите на горе пробка либо там случилось что-то мега серьезно мы сейчас проехали аварию безумно либо я не знаю я специально приехал сюда в объезд через весь город чтобы не ссуваться по пробкам потому что 6 7 часов сейчас 7 21 чтобы объехать все эти пробки и куда я приехал то еще одну пробку посмотрите почему короче увидим посмотрим что там будет из-за чего пробка я вам покажу обязательно очень безумно скользкая дорога и все едут очень очень медленно то есть вообще тут 20 км в час движемся безумно надеюсь там все со всеми хорошо ездите аккуратно блин многие машины разворачиваются просто не выдерживают этого потому что но это реально что то здесь долго походу стоять придется так что буквально машины развернулись вот еще один собрался разворачиваться прямо на глазах здесь это можно 10 не запрещено в принципе не будем мешать пускай проезжают по посмотрим что там еще вон еще один поворачивает короче понятно это все кто развернулся ребята народ продолжает уезжать там из машины вышел какой-то мужик остановил одну из машин которые едет в нашу сторону то есть в противоположную точнее из походу спросил чё как там я сейчас смотрю тот мужик пока еще стоит в ряду или девушка я не знаю хотя нет по-моему вот разворачивается котором там вдали чё творится там на дороге я не понимаю просто если ехать сейчас в объезд через город я не раньше все равно там двух трех часов ну не потрачу на дорогу что случилось то что там не так все разворачиваются там вообще дорога перекрыта кто-то попал в серьезную аварию потому что я ни разу за все время сколько я езжу да у меня стаж три года я езжу все это время по этой дороге и впервые вижу вот такой ваканалию ребята мне уже чисто из интереса интересно что там происходит и вам показать но это ужас ужас но кто-то стоит еще в очереди терпит за 10 минут мы продвинулись примерно на 50 метров что самое интересное меня удивляет это то что нам навстречу не едет ни одна машина ни одна машина то есть никто не едет из одного района в другой это может быть лишь по одной причине вот я уже вижу там на аварийках чет пипец там это может быть лишь по одной причине то что противоположная сторона полностью перекрыта полностью потому что обычно ну вот смотрите вон там вдали доедут машины в нашу сторону но они как-то не проезжают или что непонятно хотя там дальше пробка рассосалась ой вон там вот какой-то короче капец у меня аж мурашки по коже пошли надеюсь там все со всеми хорошо ну короче говоря что я о том что наша очередь она уменьшается только из-за людей которые вот поворачивают так никто в нашу сторону практически не едет более мне страшно представить что там вообще такое ну я вас оповещу покажу вам блин она это же такая беспонтовая дорога здесь зачем здесь гонять вот постоянно здесь обгоняют гоняют это ужас же не гоняйте ребята если у вас есть право если у вас есть машина не стоит это это того не стоит не стоит торопиться ну что за рулем это надо реально иметь ответственность не только перед собой перед всеми кто находится на дорожном движении и конечно всегда пристегивайтесь мы посмотрим что там а здесь реально скользко а там походу кто-то вниз еще улетел ребят да походу кто-то вниз улетел его хотят вытащить или что как нет непонятно и омае или вытаскивают непонятно что короче а здесь реально скользко у меня машина просто катила сейчас если бы не убс я бы я бы пятым встал сюда здесь просто лед просто капец мы сзади конечно собрали немаленькую пробку понятно ничего особо страшного главное что все живы все здоровы просто здесь безумно скользко вот что я понял вот это вот на чем мы сейчас едем это просто лед здесь каждый день чистят дорогу я сам лично видел но здесь просто образовалась корка льда вот такие дела ребята у меня просто машина катится мы не просто так стоим сзади нас там пробка вам не видно кстати сзади нас пробище спустя какое-то время мы еще вот проехали не понимаю что и здесь авария короче везде аварии друзья везде аварии просто везде каток везде все кто-то в кого-то врезался мы уже просто из машин сейчас все водители по выходили мы просто 10 минут тупо стояли время 7 45 уже кто-то полез там вот по вот этой дороге вот здесь вот представляете здесь вот ну просто здесь идет дорога и джип полез по такой дороге застрял короче это капец вот такая вот история получилась не знаю куда это все выложу может быть просто куда-то в vk или на youtube там ну как маленький бложек про аварию ну что ж ребята что я могу сказать делайте выводы ездите аккуратно счастливой вам дороге и чтобы у вас ничего плохого такого не было вот еще там машина почему что здесь случилось вон там еще кто-то кто-то зарылся там или что раскапывает вот тачку свою автобус застрял господи капец здесь реально каток просто я не понимаю что вот посмотрите там автобус теперь вылетел этого не было а вы не видите ничего он он там вот сейчас я нажал сфокусируется сейчас он сфокусируется для вас вон автобус зарылся вообще капец капец ёпта вот по вот этой штуке кто-то прокатился и все и пошла жара по трубам мне надо сейчас как-то вырулить и попробую проехать надеюсь там никого нет пропустят да никого нет просто капец посмотрите вот туда в зеркало да там вы видите меня ну там вот могли бы видеть еще что-то вон там короче пробища здоровая пробища здесь очень скользко очень скользко нет нахер я не поеду быстро потому что здесь безумно скользко здесь вот безумная колья вот это очень на которое заехал да видите правым колесом я еду по колее ребята берегите себя все больше ничего не скажу страшная фигня здесь тачка стоит что вообще происходит ужасно 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 да ладно буквально сколько 49 минут до времени сейчас я вас по таймингу все делаю и здесь пробка капсдец приехали блин приехали а вот там вот замечательный вид на заднем плане это заводы наши у нас город состоит из шахт и заводов напомню новокузнецк оооо да ооо да просто я все свои дела успеваю сделать я успею залить ролики на канал специально даже катю в кузнецке высадил чтобы быстрее домой приехать залить ролик для вас ага залил пробка везде пробка а здесь из-за чего у меня бомбить сейчас начнет очень долго очень долго очень скользко и долго капец здесь вот авария или что непонятно у меня вот смотрите у него буксуют колеса он не может проехать а у меня слушайте слушайте прислушайтесь к шуму слышите у меня абс срабатывает автоматическая блокировочная система очень скользкая дорога посмотрите на это эрон дон доним вот это он эрон дон донит вам видно же да видно же сел в масс макосином нажал на газ просто передвигается 1 км в час я не понимаю здесь реально такая скользкая дорога но у меня абс ну абс срабатывает ну вы поняли короче ну вот посмотрите он до сих пор не проехал капец и там дальше еще что-то очень скользко походу ну как то тачки же едут но сейчас вот эта машина которая да гребет колесами она сейчас вообще тут все разгребет она сейчас все разгребет настолько что все шлифовать дрифтить тут начнут вот смотрите чуть больше ой тормоз нажимаю а ну нет здесь не срабатывает здесь нормально все да здесь все нормально здесь абс не срабатывает здесь уже не такая скользкая дорога ну слышите да шумы это вот абс ребята по приколу посмотрите на колесо вот этого парня который впереди меня едет блин сейчас во а он тут пытается тормозить и он тормозит у него просто машина катится так же как у меня и как у всех здесь я просто приблизил близко я не хочу к нему приближаться потому что я так же качусь как и он это капец вот это я попал ну просто вот вот слышите я торможу я качусь это капец откуда здесь такой каток образовался не было мерзлоты у нас сибирь 29 число на дворе и мы катимся вниз о поехали ёпта все я просто качусь вниз представляете я качусь вниз все не качусь вот сейчас опять качусь ой качусь ой пацаны качусь капец просто жесть капец и все вот так потихоньку съезжают у меня машина с ума сходит она не понимает почему я качусь вниз ну главно что я затормозить если чего успею о-о-о. да о-о spinal Я люблю я сложности, е-мое. Капец. Здесь уже, кстати, не так скользко. Здесь уж хотя бы тормозить можно. Но вы сами слышали, видели, что мы скатились просто вниз горы. Я все это время держал ногу на тормозе. Ну, конечно, соответственно, пускал, нажимал, чтобы машина... Вот, 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 смотрите, он нажал на тормоз, да? И у него просто вот, 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 вот. Ой, 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 тише, 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 тише. Тише, япта! Тормози! Я хочу просто показать вам. Вот, 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 катится, катится, смотрите, видите? Давай, нажми на тормоз, пацан. Вот, у него колесо катится, катится, катится. Точнее, едет, едет. Сейчас не будет ехать. Будет катиться. Да, короче, вы сами все видели, что вам показываю. Короче, едем вниз по катку. Также соберли за собой пробку. Это капец, это капец. Ой, ой, опять катимся, опять катимся. Очень скользко. Первый раз такое вижу. Первый раз за свои 22 года. Чуваки, у меня просто, на самом деле, села батарея. Я хотел бы вам сказать, что все хорошо. Я доехал до дома. Готовлю для вас ролик. Будьте осторожны при гололедах и тому подобное. Гололед это страшная штука. Тем более, сейчас, когда все тает, ближе к весне, дороги становятся очень и очень скользкими. Если вы ездите с кем-то, то говорите, чтобы не гоняли. Потому что лед, ну прям, лед, корка, это все покрывается, дорога. И ты съезжаешь вниз, и это реально страшная тема. Ну, что ж, всем удачи. Всем пока, друзья. С вами был Варпач. Пока-пока. Спасибо, что посмотрели этот ролик. Получился такой небольшой, но, надеюсь, маленько информативный и интересненький для вас. Ну, хотел осветить просто эту ситуацию, что у нас вот такая хрень происходит на дорогах. Всем пока. Вот так вот. Ах да, можете свои случаи написать в комментариях, если вы, ну, в какой-то подобной ситуации были с удовольствием. Почитаю. Точка.